Всем-всем-всем, доброе утро! Добро пожаловать на мой канал, который называется «Будни Викторовны». Ну, а у меня сегодня по плану утрешняя смена постельного белья. Ну и походу быстренько буду делиться с вами следующей информацией. Вчера, то есть в субботу, традиционно во всех городах прошла лыжня России. Ну и наш город, конечно же, не исключение. В нашем городе тоже прошла традиционная лыжня России. На лыжне России Никита занял первое место, с чем мы его и поздравляем. Все ваши пожелания, все ваши добрые слова в адрес моего сына обязательно, обязательно передам. Тот, кто смотрел мое предыдущее видео, я, конечно же, на лыжню России не собиралась, так как у меня Тёмочка заболел, и мы с Тёмой вышли на больничный. Ночью, с пятницы на субботу, я проснулась от того, что Тёмочка заплакал. Подойдя к ребёнку, я потрогала голову и поняла, что у ребёнка высокая температура. Всю ночь Тёма спал очень плохо. Кашель не давал ребёнку покоя, спокойного сна, но и температура тоже дала о себе знать. Ну, а на утро Тёмочка проснулся, как свежий огурчик, как будто бы у нас ничего ночью и не происходило. Тёмка очень хорошо целый день кушал, у него был отличнейший аппетит, хорошее настроение. Бегал, играл, резвился, ну и единственный минус – нас мучил кашель. Вчера мы целый день просидели на ингаляции, ну и, соответственно, работа дала свои результаты. Сегодня ночью Тёмочка, конечно, спал уже поспокойнее. Кашля такого не было, то есть он был кашель, но уже не такой страшенный. Как в самые первые дни. Но я тем временем поменяла чистое бельё. Сейчас хочу заняться своими любимыми пластиковыми контейнерами из магазина FixPrice. Вот они, те самые. Прибиралась я в шкафу купе, немножечко там всё попереорганизовала. И нашла, так скажем, два лишних вот таких органайзера, которые мне сейчас пригодятся. Этот органайзер я хочу переделать Тёмочке под носочки. Как вы обратили внимание, носочки у нас лежали тоже в контейнере, но он был намного меньше. И из него, соответственно, всё вываливалось. Когда я прибиралась в шкафу купе, нашла вот этот вот, так скажем, пластиковый контейнер. И мне сразу же пришла идея, что в этот контейнер я положу Тёмочкину носочки. Вот так это сейчас выглядит. Но мне надо организовать вот этот фиолетовый контейнер. У меня уже в голову пришла идея, куда же я его могу применить. Ну, а вот этот фиолетовый органайзер я решила применить для аптечных нужд. Те, кто меня смотрят, постоянно не пропускают моё видео. Делала я как-то небольшую уборку в туалетной комнате. И аптечные медикаменты организовала тоже в контейнер из магазина FixPrice. Но, к сожалению, все медикаменты у меня не вошли. Но то, что не вошло, у меня стояло просто на самой верхней полке, рядом с основными медикаментами. Сейчас, кстати, вы увидите этот большой контейнер, о котором я вам говорю. Вот он, тот самый контейнер. В него у меня, конечно же, всё не вошло. Но сейчас, конечно же, очень удобно. Рядом с этим контейнером у меня будет стоять вот такой фиолетовый. То есть, достал медикаменты и уже ничего, никуда не упадёт. Ну, а я переливаю миновазин вот в такой дозатор. Кстати, очень-очень удобно. В аптеке я покупала один флакончик вот с таким дозатором-распылителем. Ну, и несколько флакончиков брала просто вот с такой крышечкой. Я просто открываю, переливаю в дозатор с распылителем. Это очень-очень удобно. Когда заканчивается миновазин, я просто беру простую бутылочку, заново переливаю в такой дозатор. И мы всем пользуемся. Это очень-очень удобно. Ну, и на кухонном столе у меня также стоят лекарства, которыми мы в данный момент пользуемся. Мне бы тоже хотелось их, какую-то корзинку на данный момент организовать. Я вообще, в принципе, не очень люблю, когда на столах вот такой хаос, что-то наложено, что-то наставлено. Когда прибиралась в шкафу-купе, у Тёмочки освободился один салатовый контейнер. Тоже покупала в своё время в магазине Фикс Прайс. Вот именно его я сейчас задействую от вот этих вот, так скажем, медикаментов, препаратов, которыми мы в данный момент пользуемся. На столе будет смотреться, конечно, всё аккуратненько и вполне прилично. Но у меня тем временем проснулся уже тёночка. Мы умылись, мы завтракали, поингалировались, приняли лекарства, которые нужно мять с утра. Ну и, конечно же, в срочном порядке я приступаю к смене постельного белья у Тёмы. Как я вам уже сказала, у Тёмки ночью была температура, соответственно, ребёнок потел. Мне бы очень хотелось поменять это постельное бельё. Не хочу, чтобы ребёнок спал на мокром, несвежем постельном белье. Постельного у нас пока хватает. Что-то я покупала. Где-то я вам делала обзорчик, подсказывала, что нам отдали очень-очень хорошие люди для Тёмки постельное бельё. Постельного сейчас у Тёмы предостаточно. Так что, как говорится, меняй не хочу. Постельное, которое нам отдали для Тёмушки, всё в отличнейшем состоянии. В этом нет ничего зазорного, в этом нет ничего позорного. В этой жизни всё когда-нибудь бывает. Кому-то что-то отдаём мы, от кого-то что-то мы принимаем. Это жизнь, мои дорогие. И у каждого могут быть свои какие-то обстоятельства. И не нужно мне писать комментарии под этим видео. Нищеброды, ходите, побираетесь. Да, я такая экономная. Хожу, побираюсь. И деньги направо-налево я не разбрасываю. Живём по средствам. Живём экономно. Да, я такая. И с большим удовольствием, когда мне предложили это постельное бельё, я его сходила и забрала. За что очень-очень благодарна. Тем, кому я не нравлюсь, я никого не держу на своём канале. Милости прошу с моего канала. Ну, а тем подписчикам, кому я пришлась по душе, я говорю огромное спасибо за поддержку. Огромное спасибо за подписку. Я очень рада, что вы у меня есть. Спасибо, что не осуждаете. Спасибо, что вы меня всегда понимаете. Ну, а я буду заканчивать потихонечку своё такое утрешнее видео. Всем хотелось бы сказать своё традиционное спасибо за поддержку, спасибо за подписку, спасибо, что смотрите, спасибо, что комментируете. Ну, а тот, кто ещё не подписался, убедительная просьба, подпишись и поддержи меня своей подпиской на YouTube-канале. Вам не сложно, а мне будет очень приятно. Будьте в этой жизни добрее, относитесь к людям с пониманием. Ну, а я, как хочу сказать, всех люблю. Всем пока-пока.